перерыв закончился поехали добрый день уфа на линии ожидаем вебинар валерий особого здоровья и тонуситель для всех нас спасибо илья так знаете я не могу не убежаться я брату дарю косточки он сейчас отдает соседу сосед уже ест абрикосы моих девка старой мемской области там где считается что быть то не должно сосед ест абрикосы а мой брат который ему подарил облизывается нормально нормально так посмотрю специально выслал побольше попробуй торговать конце концов хоть здесь то все честно будет так светлана здравствуйте сызрань виноградов сыграл большую роль в моей жизни благодаря ему я узнал что самый популярный садовод в россии украдено пол сотни моих самых лучших фотографий присвоено и получается что я участник при 100 преступных группировки один из лидеров преступной группировки и мои фотографии позволяет обманывать миллионы людей то что я не преувеличил вы согласны нет виноградов только их сотню сразу обнаружил этих которые присвоили фотографии а значит своих то нет садок дед и получается что раскрыта правда я железо участник преступной группировки почему воронок не подъезжает вот я делал фотографии они присваивали обманули на миллиарды людей на миллиарды рублей людей вот так привет спасибо научили меня так находить свои фотографии вообще толпе привет из казахстана ну насчет абрикос у вас сам бог велел вот вы уже это сказать не новичок так питере плюс 7 у нас плюс 32 примерно в общем еще одна аномальная погода то чего не ждешь уже уже каждый год что-то преподносит в марте 30 уже неделя за 30 ужас вот все плывет перед глазами работать невозможно насадил сдуру еще на новых этих самых клонов теперь бегаю прививаю да каждый раз 3 300 300 это милиция чего я мытаюсь туда-сюда вот качаем жалуюсь сейчас получается если это новый климат совершенно у меня тогда до слов нет так курган москва ярославль нижний новгород архангельская область так у нас москве зацветает калужская лусь уже цветает ну вас еще раньше весна тоже ненормально у меня то конечно такая жара в апреле первые первые нас наконец зацветает дети манджурса 7 лет сдал но всем лет многовато чё-то с другой стороны мой же принцип чем позже тем надежнее потому что вы знаете я вынужден ну как не просто я должен реагировать на эти письма тоже продолжение учебы приходит письмо и фотографии допустим кого-то из вас там 30 абрикос моих то есть моих костиках выросли 37 они все разные но у них есть особенность у них скелет начинается от самого низу им всего год они вот такие вот такие вот а как я буду прививать а с этого 30 ну допустим таких 20 а ему надо все 30 привить и черенки уже выписал на все 30 у меня же выписал а 10 нормальные то есть вот все столчик и больше ничего нет один столчик я вынужден как бы оправдываться хотя Виноват не я, природа виновата. Я говорю, вы где живёте? У вас же климат такой же жёсткий, как у меня, если не жёсткий. Потому что Красноярск на градус похолоднее, Новосибирск на градус, ну, среднее. Среднее, не просто на градус, среднее. Похолоднее. Тюмень ещё холоднее, там, Томск ещё холоднее. Омск, ну, всё равно на градус холоднее. И вот, получается, а деревья, они вылезли с земли, да? Если идеальная почва, если ему ничего не мешало расти, если у вас была хотя бы среднестатистическая весна, а лето, он растёт себе, как должен быть. А на второй год он должен дать эту крону, первый год, штамп, вторую крону. А он, зараза, с первого года, от самого низа, вот такой есть. А я, кто виноват, почва не та, вот чувствует, что климат ему не нравится, этому сырьё, и он сразу, перестраивается ещё, на бегу, он сразу даёт крону, и так как он за первый год дал уже боковые ветки, то есть уже нарушена нормальная программа, это значит, что он зацветёт у вас на четвёртый-пятый год, а может ещё и на третий. Вот я вам так и объясняю. А мне же прививать надо. А я что сделаю, если у него сразу от земли вот так пошло? А эти ещё не годятся, скелетные ветки на прививку. И там нету даже вот этого расстояния, чтобы умудриться привить, так чуть ли не в корневую шейку. Ну вот так вот, ребята. Это как в том анекдоте, в котором мужики сидят, пьют, а жена одного из них, я рассказывал один раз, ходит кругами, нарезает, злиться, надоело алкаши. Потом подходит, налейте мне, налили в стакан водки, выпила залпом. Фу, как вы эту гадость пьёте. Да вот так и мучаемся. Вот. Ну вы поняли, к чему я. Вот так мы с этими санцами мучаемся. Вот так вот. Ладно. Это я к чему говорю? Это я к тому, что за цвета, детям ажурцам 7 лет ждал. Ну и всё в порядке. Зато теперь у вас есть здоровые саженцы. 7 лет, ну, как один день. Ну ладно. Так. Вы этим мне не испортили настроение, этим письмом? Да, 7 лет. Ну в среднем обычно 4-5. В среднем, подчеркиваю. У меня климат жёсткий. Быстрее заплодоносить, а вдруг помру. Вот вам моё объяснение. Не научное. Заплодоношу, а вдруг помру. Звучит? Нет? Попробуйте перевести на научный язык. Так. Здравия, мир дома. Привет, Сергей. Что бы я без вас сделал? Так. Я вас услышал. Сделаю посылку. Получил посылку. А, сделаю. Посылку получил, посадил, обрезал, обрезанное. А, я же вам, ой, я же вам не всё рассказал. Это вещь обеготня. Дело в том, что посылки я брал у Сергея. Не самодельные, а он на картонной фабрике заказал вот такие. Это чудо. И всё равно. А мы же обрезаем. Приносишь посылку на этой... Я торец сейчас высылаю. Ну, высылаю там. Вот так как Сергею, как другу. Я приношу посылку. А у нас же вот такая вот. А раньше я высылала стандартная. Помните? А сейчас вот такие вот. У Сергея. Мощь, здоровая. Туда можно напихать. А я вынужден обрезать сразу по новке, чтобы Сергей Паченко, чтобы никто больше секретарем не подходил. А она болтается, а мне возвращают обратно. Потрясут и обратно. Да ёпт. Вот. Тогда я был вынужден, Сергей, вам... Помните, там есть пару персиков. Вот. А они же двух метров. Вот так вот. Раз. И ещё вот так загнул. Вот так вот. Для чего? Чтобы не тряслось. Не болталось. Значит, получается, что вы теперь... А как вы... Обрезал? Обрезано. Ну, я где мог обрезал, потому что вообще туда не влезли бы. Вот. Ну, мы, надеюсь, поняли друг друга. Да, и остальные тоже поняли. Пришлось ему уже до ума доводить самому. Но обрезка – это святое. Не потому, чтобы только влезло, а для того, чтобы уже нормально развивалось. Вот. Не обрезанная саженца – это очень плохо. Так, у нас дождь со снегом. Да вы чего? Екатеринбург. Ну, я говорил, я примерно сравнивал. Вот, допустим, Челябинске теплее, чем у меня. А Екатеринбург уже, пожалуй, примерно такой же климат. У меня же ещё микроклимат. Знаменитая Миносинская долина. Как она? Миносинская котловина. Вот. Считается, что для Сибири – это рай. Когда-то такие абрикосы росли. Да, было. Ой, абрикосы. Арбузы свои выращивали ещё. Чуть ли не при царе. И рано началось развиваться садоводство. А потом всё равно всё. Я уверен до сих пор, садоводство, которое пришло в Сибирь в 19 веке, в 20-м, 30-м, 40-м годах, были энтузиасты, были эти самые. Вот мне тут с Екатеринбурга как раз и прислали с Дом-музея такого уникального садовода 100-летней давности. Дом-музей сохраняют. Я туда выслал косточки в подарок. Свои самые ценные. Почему? Потому что есть ещё такие островки. Но дело в том, что вот эта подлая система, вот не буду возвращаться к этой, как она называется-то, Поливкиной, да, вот эта подлая система по уничтожению деревьев узаконена, вообще принято. Я же ещё не показывал, там ниже-то у меня. Ещё есть эта книга раскрученнейшего современного садовода, где он опять нашёл, нашла полно веток уж. Уже зло берёт. Хорошо, что вот сегодня не дошли до неё, и меня потому что уже разозлился, ну как бы раскрутился. И вот получается, что мы потеряли годы, десятилетия, мы не получили ни тонны продукции, мы не получили миллионы тонн продукции с этих деревьев, только потому что всё эти годы шла пропаганда по уничтожению их. Уничтожение, уничтожение, уничтожение. И вот так и получилось, что у нас, допустим, у нас эта минусинская котловина, а что она дала? Ну что она дала? При том, что там климат мягче, чем в среднем по Сибири. Там могли бы расти всё сейчас, а ни черта нету. Только ещё у меня морды тыкают. О, минусинская котловина. Да, я тоже к ней принадлежу. А у вас там Африка? Конечно, Африка. Ещё тому товарищу, который со мной постоянно доказывает, что у меня климат ничем не хуже, чем в Краснодаре, да, вот, чем на Кубани, ещё скажу, если взять 10 наших зим, у нас были зимы страшные за 40, причём не день-два, а подолгу, вот, и автоматом перенести вот этот десяток зим, десяток из 35 лет, что я тут нахожусь, в Европейскую Россию, там не осталось бы ни одного дерева. И не только потому, что это экстремальная температура, они могут быть и там, а продолжительность их. И начиная с марта, вернее, заканчивая мартом, апрелем, зимой, и вспомните майские у нас эти морозы, и начиная с октября-ноября, просто смело бы, не было бы вообще у вас садов. Мы держимся за счёт того, что вот остатки здравого смысла. Саногорцы 90% убили сады своими руками, благодаря вот этим Поливкиным. Понимаете, в чём дело? Просто убили. Ну, не может выжить дерево, вот на котором, вот сейчас уже не буду, на котором 50 ран, вот, 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 2 метра высотой, вот 50 ран, не может, ну как, каждая рана, это иммунитет. Ну, вот чем беда-то. А мне это, у вас климат как в Краснодаре. Да какой хрен в Краснодаре? Вы чё, ребята? Вы не, не, это. У нас ещё, знаете как, в этой зимы не было, да? Не было. 20, 25, там, где-то 30, да, с трудом. Это теплейшая зима. И что? Теперь всё? Теперь уже это, можно смело сказать, вон, где-то там, видите, снег идёт, вот. Всё, я теперь в Крыму живу. И мне не надо ехать на курорт, никуда, у меня тут само курорт. Только почему-то он, это, сейчас ужас, когда в мае вернутся эти морозы, не дай бог. Останусь без фруктов. Так, поехали дальше. Завидую на вашу красоту. У нас только мать-мачеха вылазит. А где вы видели красоту? У нас же только сейчас первые эти почки тронулись просто. Есть ли среди участия у кого-нибудь настоящий, съедобный миндаль? Так, не ко мне вопрос. Так, если почки на, может, кто-то откликнется Ивану. Если почки на привык, знаете, распускаться, значит, это, что привык прижилась. Не? Или ещё не факт? Как можно пересадить привитые саженцы? Давайте по порядку. Тут и получается, Антон, надо опять целый вебинар, только вам, посвятить. Почки распускаются на привык, так? Вот. А дерево ещё может спать. Вот у неё запас питательных веществ находится прямо в скелете. Прямо тут. И они распускаются, когда ещё, лопата отзвенит, резкое потепление, так? Пока ещё оттает, снег пока растает, пока почва начинает оттаивать. А почки просыпаются на привык, вообще на дерево, то, что и на привык. И тем более, помните, мои мешочки, мои бутылки, вот. Это ещё не факт. Вот. Но у меня, допустим, как случается, чаще всего, да почти 100%. Если уже моя, у меня почки начали распускаться, привык уже прижилась. Это у меня. А я же получил за все годы сотни писем, тысячи. И там сейчас-то. Начала распускаться и погибла. Что я делаю? Это самое. Что я делаю? Я говорю, руками разужу, говорю, ну, та самая биологическая несовместимость. Прижилась, а в это время продолжается борьба. И по двое начинает уничтожать полевой. А разница мне надо опять повторить кучу вебинаров. Смотрите. Значит, я приваю саму земли. А кто-то то же самое делал на такой высоте. А разница-то огромная. Вот чем дело-то. Тут есть запас питательных веществ, всё есть. Распустилась и погибла. Пусть помертва ещё. Пусть ещё это. И это только один из многих примеров. Давайте пойдём дальше. Время идёт. Так, дальше. Ещё не факт. Когда можно пересадить привитые саженцы? Значит, привили. Так. Значит, можно тут же и пересадить. Иначе почка лопнула. Если уверены, что он скоман в земле и не теряет год, знаете, он может почти не отстать. То есть, вот у меня есть такие фотографии, я их показывал. Вот только почки тронулись и раз скоман в земле. Вероятность, что выживала из 20 19. Нормально же? Так. И когда ты занимаешься всерьёз и не мелочишься, там одну привил и трясёшься над ней. Пусть одна из 20 погибнет, но 19 там выкопало, земля осыпалась, уже труднее прижиться. Так. Допустим. Или привил за столом, посадил, а хочется на постоянное место. И опять пересадка опасна, рискованна. А зато этот риск оправился чем? Корни ещё маленькие. Привил, допустим, на земле, прям на коленке встал, привил. Почки тронулись, скоман в земле, пересадил, рискнул. Но к осени нормальный саженец имеешь, а тут же рядом саженец, который не стал пересаживать. Он может быть даже чуть выше, раз его не трогали. Но и у него уже корни того расползлись. Обрубаем, пересаживаем, калечим. Чем меньше саженец, тем лучше проживается. Вот короткий ответ. Так. Привил в заброслом саду, там много корневой поросли. Но есть риск потерять, если оставить до осени. Риск есть и оставить до осени, есть риск перенести. Часть может погибнуть. Тем более корневая поросль, она очень плохо держит на себе ком земли. Очень плохо. У корневой поросли плохо развиты корни. Бывает, когда почва плотная, прям, неважно, там всего лишь два корешка. в водоросковом земле переносишь и нормально. А бывает и теряешь. Лучше тогда до осени подождать. Но до осени их и без вас выкопают. Можете не сомневаться. Вот. Кто-то может успеть. И затоптать могут. Многие жаловались даже на ту же скотину. И я жаловался. Так. Теперь. Здравствуйте. Привет, Северный Коказа. Как вы относитесь к питомнику сады России? Понимаете, я дружил с его руководителем уже покойным Владимиром Степановым. Он меня приглашал. Он ко мне относился как к огромному авторитету. Я понятия. Он еще прошел много лет. Я тогда не знал, что я популярен именно на Кавказе. да, да. Ой, заговариваюсь. На Урале, да. Потому что меня сейчас уже забыл Абакан. Меня забыл Саиногорск. Так. Вот. Это есть. А получается Кемерово приезжайте Ленинг. А вас там любят. Мы вас все любим. Мы все знаем, уважаем. И так было на Кавказе. Единственный питомниковод он мне купил большую партию черенков 2000. Я его за это уважаю. Он меня приглашал в гости. Он устраивал мой семинар. Он это самое угощал меня коррекционными там коньяками. Он меня это но он хотел меня привлечь. У меня осталось впечатление о нем как о замечательном человеке. Пусть это было сделано так чтобы меня в конце концов после всего этого убедить. Вот ключи от квартиры. Вот коттедж правда еще без отделки. Вот работа. Причем работа селекционером не штамповать эти самые ширпотреб фабрика скороход обувная а именно заниматься. Я отказался. У меня осталось о нем такое впечатление что я просто когда мне задают эти вопросы я просто отказываюсь на эти вопросы отвечать. то есть я как бы оправдался перед вами я не хочу ничего говорить про питомник сады России хотя знаю его лучше всех. так сады России тоже обманщики но не во всем семена цветов соответствуют красота спасет мир а помидоров нет сады которые я заказывал все погибли остались только розы плодовые все пропали да я из Иркутска ну что я скажу я свое мнение высказал то есть или хорошо или ничего помните это такое выражение или хорошо или ничего так осенью посмотрим видите как помидоры шикарные у кого погибли у кого шикарные сначала у них не было пересочи затем расставить не то что на пакетке даже по цвету про помидоры так доброго здоровья я из Твери получил ваши червяки состояние нормальное 3 дня пробую привод первый день получил глубокий порез пальца ой я тоже резал понял что лучше использовать брусок вместо пальца вопрос я делаю привыки по 3 почки это правильно я использую когда 2 когда 3 2 это когда экономлю но все таки не одну а вот почему даю шанс почка почки рознь понимаете поэтому уже 2 почки уже какой-то выбор или шансов что нарвусь на ростовую почку больше раз а 3 почки и на той дне просто прижиться поэтому я делаю по 3 почки когда какое-то внутреннее чувство говорит да не жалей давай 3 пойдут но все-таки окончательный вопрос если без всяких есть ли то ли да то ли нет 2 так Акполинская область Ухтярова привет иностранцы даже так Эльдар Трофель Константинович когда лучше по вашему перерубать материнский корень корневод водка для последующего отсадки на другое место речь о вишнях яблених сливах территориально средний Урал короче отличаю значит отводок редко когда бывает что мы берем отводок однолетний они медленнее растут допустим он может быть прививку в приводе на 2-3 год вот жаль я не могу сейчас найти сходу фотографию своих отводков вишневых или сливовых значит в середине лета перерубайте пуповину и дальше он развивается сам и на следующий год прививайте он уже будет иметь нормальные корни вы можете его отрубить и отсадить допустим весной но дать им еще год нарастить собственные корни вот и если уже вы искусный человек как мой сын Сергей я вам показывал эти там уже вроде эти же отводки он же все из тайги привозит я же не болтун я говорю что мы берем все из тайги на несколько километров отъезжают естественно чистая Маньчжура чистая Сибирьки вот все корневые отводки все там и отсут вот так ковром корни слабые слабые и все равно прививает и к осенью получает саженец полтора метра это в худшем случае и уже с нарастающими корнями но здесь а корни то плохие на них смотреть жутко а результат хороший а почему я уже рассказывал а потому что у него стопроцентная совместимость веток срезанных с культурных самых лучших в мире сортов вспомните там это квинти вспомните мелбу из Канады самая лучшая в мире сорта так но в ветках уже бродят гены этих сибирок и поэтому прививки на Сибирьки получается стопроцентно удачные несмотря на корней это там практически нет там жутко смотри помните раньше в скобках смех в академическом зале но тем не менее Сергей великолеп на эти яблоньки на этих хотя они все корневые отводки все доедины корневые отводки один год вырастил сеянцы и по-моему на этом успокоился что их растить они вон растут 5-8 километров так дальше в общем поняли отрываем в середине лета и даем дорасти еще до следующей весны а тогда приливаем так сейчас дальше что тут еще есть вылить ухти родная доценка так приливали когда-нибудь абрикос черемах я сошел нет я слышал допустим когда что кто-то мне сказал что нет все-таки родственники береза и шелковица ну не доходят руки проверить я бы может занимался бы такими вещами может я повторил бы путь Мичурина смог же он разновидовая совместить допустим черемах с вишней но все-таки с лишней а и что получается вот как бы я не привал но я рассуждать я имею право если он вишню совместил с черемах так это был трудный путь под названием насыщение ментором тогда получилось и прививки и в конечном счете получилось перекрасное пыление проводим аналогию абрикос он с вишней совместим да самый крутейший садовод в Сибири умудрялся продавать саженцы абрикоса привитые но степной вишни люди покупали я не знаю есть и в Сибири а продавал он сотними тысячами самый крутой садовод в Сибири самый известный самый раскрученный по мере называть не буду в гробу перевернется не хочу вот ну естественно что проходит год 2-3 и никаких абрикосов на вишнях степных ой этих песчаных нет и быть не может но это был способ заработка потому что была трудная жизнь но факт то что абрикос он же продавал с савинцем пока еще были жилы получается абрикос со степной вишней совместим вишня с этот самый Мичурин с этой с черемах совместил тогда получается абрикос на черемах почему бы и нет но дело в том что удаленная гибридизация это такая вещь она никому не нужна почему абрикос хорош тем что он абрикос у него есть подвори абрикосовый зачем его поливать на черемаху а если посвятить этому жизнь можно ну сделал академика Мичурин но вы уже не будете академиком чихали на вас если у вас даже получится даже гибрид абрикос и черемах его сделаете как смог сделать царападус Мичурин вам вот такую вот видите а вы меня спрашиваете поэтому я даже пробовать не буду так тут из-за меня а ну да Антон еще расшифровывает свое свое я вот это только сейчас прочел будет ли совместимость так зачем черемаха если слева ну тоже верно так можно ли поливать не на отводах а на волчок а потом удалить основе ствол да можно нормальное явление можно так ну что все ребята новых сообщений 10 а что за новые сообщения что-то я их не вижу так ладно мы на данный момент закончили с вами на сегодняшний день я надеюсь что никто время свое зря не потерял так теперь а раз каталог семян мы продолжаем но как продолжаем значит абрикосовые закончились семена это имеется ввиду структуру да и время честно говоря вышло пока получите перерастут меня по морде поэтому хотите косточки абрикосовых продолжайте в том же духе заказывайте скидок уже не будет это будет уже полная стоимость это я скрывать не буду но это будут сухие косточки кому надо впрок вот большого рожая в этом году я не обещаю или не будет или будет маленький почему первые признаки вот теплая зима это еще не факт впереди катастрофа я имею ввиду хорошо хотя бы это не остаться вообще без вырожая после такой дикой жары в апреле ждать в мае заморозки вероятность 99% а сейчас только все распускается вот поэтому кто знает может быть то сейчас семена закажут сухие а у меня есть сухие уссурийские груши у меня есть сухие эти самые вишни войлочные у меня есть сухие вишни сибирские у меня есть сухие сливы китайки у меня есть сухие абрикосы даже культурные вот я их не все застатистировал думал не раз продам но культурные абрикосы хорошо берут вот в общем вот вам каталог перед носом вот здесь стрелочка нажимайте кто есть такие люди называются перестраховщики по натуре вот сегодня перестраховщики завтра окажется что это единственный шанс вот это как я как только начали про коронавирус говорить а тут же несколько больших пакетов консервов и распихал что в гараж что на дачу что везде и жду до сих пор жду голода и еще неизвестно не дождусь ли я его потому что ничего хорошего жить нельзя там где присциплина это не Китай пока все не переболеем вот а кто работать будет так что накупил консервы и не жалею так же и семенами возможно это последний шанс так теперь смотрите что тут еще добавилось какие-то короничьи спасибо благодарю встречу с вами радость спасибо борис вы меня поддерживаете все друзья антон давайте пока чуть-чуть не написали давайте заканчиваем в следующую субботу встречаемся потому что вот попробуйте на такие письма как вот не ответить как я каждому объясню что это как не знаю что это прививки это риск до свидания друзья до следующей субботы 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 Продолжение следует...